МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Россия отметила День государственного флага. В Самаре праздник посетило более 200 тысяч человек. Началось обновление улицы Фрунзе, работы на контроле администрации. Большинство медалистов остается в Самаре. 8 из 10 выпускников выбрали самарские вузы. 24 года Россию символизирует бело-синий-красный триколор. В этом году в Самаре День российского флага вышел на федеральный уровень. Гостем праздника стал главком Воздушно-космических сил Герой России Виктор Бондарев. Подробности у Ларисы Шлафаст. Белый цвет, как символ благородства. Синий означает честность, а красный смелость и великодушие, присущие русским людям. Об укреплении страны и единстве народа на праздновании Дня государственного флага Российской Федерации, говорил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, поздравляя самарцев с праздником. Сегодня очень важно нам укреплять страну, воспитывать патриотизм в людях, уважение не только к стране, но и, скажем, к армии. Это тоже очень важно. И вот в том числе этот праздник, День флага, мы всегда проводим под эгидой военно-патриотического воспитания молодежи. И мне кажется, так и надо проводить, потому что мы многое подрастеряли за эти годы, многое размылось. Нам надо многое вернуть и, может быть, на новом этапе даже значительно больше усилить. Проведение такого грандиозного авиационного праздника именно в Самарском регионе не случайно. Наша область всегда была тесно связана с военной авиацией. В годы войны в Куйбышеве, запасной столицей, выпускался знаменитый штурмовик Ил-2, наводивший ужас на врага. В Сызрине находится прославленное авиационное училище военных летчиков, которое отмечает в этом году свой 75-летний юбилей. В Самарской области сформирован и работает мощный аэрокосмический кластер. Почетным гостем праздника стал главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации и Герой России Виктор Бондарев, который высоко оценил уровень проведения праздников столицы региона и заверил, что Самара принимает такое масштабное мероприятие не в последний раз. Должны отдать свой долг также Самарской губернии, и чтобы люди, которые здесь живут, также приходили к нам служить в армию, также учиться в наших вузах. Поэтому мы были и будем всегда здесь в Самаре. Для гостей праздника выступил заслуженный артист России Алексей Глызин. Уже второй раз Самара стала центром проведения праздника федерального уровня. И кроме главной сцены, на которой развернулся грандиозный концерт, жители могли посетить десятки тематических площадок. Марина Кравцова, Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. Более 200 тысяч человек наблюдали за полетами боевой авиации над акваторией Волги. В центре внимания горожан мастера высшего пилотажа группа Видеси из подмосковной Кубинки. На праздники побывала Мариана Мирная. Одна из самых популярных площадок на празднике Дня Флага это, конечно, полевая кухня. Ведь, как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Попробуем тоже получить порцию каши. Здравствуйте. Здравствуйте. Каша хорошо идет? Идет отлично. А нам дадите? Конечно. Спасибо. Ну что, пойдем тоже с оператором перекусим. Полевая каша понравилась всем, особенно детям. В жизни, говорят, вкуснее ничего не ели. Кажется, как и спички она как будто. Или это у меня самообнишение такое. После вкусного обеда самарцы разбрелись по площадкам. Было где развернуться. День, посвященный государственному флагу России, это огромный военно-патриотический праздник. Здесь можно испытать свои силы в сборе-разборе оружия, изучить и сфотографироваться с уникальной военной техникой, аналога которой нет во всем мире, и пусть в холостую, но пострелять из пулемета. На праздники мне все понравилось. Техника просто класс вообще. Нет, ну я вот просто первый раз сюда пришел, посмотрите вот так вот, эта техника вообще крутая. В одном из шатров предлагали даже записаться на военную службу по контракту. Женщинам не старше 40 лет и тех, кто имеет профильное образование, медицинское или техническое в области связи. Таких оказалось немного, парней же записали больше сотни. Более чем хорошие результаты показывают именно на массовых таких мероприятиях, когда у людей патриотическое настроение, и они, соответственно, здесь узнают подробнее, как можно будет устроиться на военную службу по контракту. Почему хочу служить? Потому что я пришел с армии недавно, и считаю, что на гражданке себя не найдут. И поэтому армия – это самый лучший вариант для меня. День государственного флага в Самаре отмечали десятки тысяч горожан. Вторая очередь набережной превратилась в один большой патриотический поток. Раньше такого у нас праздника не было. Мы очень рады, что в наш праздник такая погода просто прекрасная. Так что мы очень рады, что здесь оказались. Я считаю, что мы все должны гордиться, что мы живем в России, что у нас вот именно есть такой праздник. Кульминацией праздника стало выступление команды летчиков-виртуозов, русских витязей. Необыкновенное авиашоу завораживало публику. Люди занимали каждый клочок пространства полевого спуска. Сидели на лестницах и газонах, чтобы рассмотреть фигуры высшего пилотажа. Также самарцы увидели шоу вертолетов Ми-8. В завершении празднования дня флага над Волгой пролетел боевой самолет времен Великой Отечественной войны. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События. В столице региона продолжается ремонт городских магистралей. До конца года приведут в порядок 13 улиц в разных районах Самары. На улице Фрунзе отремонтируют участок проезжей части общей площадью 26 тысяч квадратных метров от улицы Крупской до Пионерской. Объект включен в план ремонта по просьбам жителей. Инициативу поддержал глава администрации Самары Олег Фурсов. Ежедневно по этой дороге проходит огромный поток автотранспорта. Значит, и качество дороги должно быть на высоте. После фрезерования здесь положат новый асфальт толщиной 5 сантиметров. Обновят асфальт и между рельсами на всем протяжении ремонтируемого участка. По поручению мэра сезон работ в 2015 году стартовал значительно раньше обычных сроков. И соблюдение графиков находится под постоянным контролем. В ремонт, средства на которые выделили из областного и городского бюджетов, войдет замена бордюрного камня, благоустройство тротуаров и работы на проезжей части. Качество ремонта оценивают самарские автолюбители. Много очень участков, которые благополучно делают и очень хорошо, приятно даже ехать. Во многих местах ведутся, там на Марис Тореза, там Московская, Новосадовая, все так ремонтируют. Надеюсь, к чемпионату мира мы будем ездить по ровным дорогам. В промышленном районе Самары приводят в порядок аварийные деревья. Чтобы пролить свет в квартирах жителей дома 109 по улице Вольская, достаточно просто спилить сухие ветки. Пышная зеленая крона разрослась, и ветви практически закрыли окна. О том, как людям дали свет в оконце, в сюжете Алина Чемерес. Тамара Ивановна Белова стекла в окнах меняет, как перчатки. Не от хорошей жизни, по необходимости. Стоит случиться грозе или сильному ветру, жди неприятностей. Женщина даже переделала створки. Теперь они открываются внутрь квартиры, а не на улицу. Говорит, так целее будут. Обрезки аварийных веток женщина не могла добиться несколько лет. Чашу терпения переполнили темнота и незваные гости. Света нет, затеняет все. Появились клопы последние три года. Клопы, они летают, окна, видите, у нас все закрыты окна. Потому что невозможно. И дышать в квартире нечем, и открыть невозможно. Зеленым насаждением во дворе 109-го дома по улице Вольская не один десяток лет. Они давно превратились в джунгли. Но сухие ветки никто не обрезал, падали сами. Эта ветка весит несколько килограммов. Если она упадет кому-нибудь на окно, стекло непременно разобьется. Такое здесь происходило уже не раз. Со своей проблемой жители обратились в общественный совет микрорайона и сразу же получили отклик. На место приехала бригада рабочих и спилила аварийные ветки. Еще один наболевший вопрос, который решается не столь быстро, – проблемы ЖКХ. Очень много домов, находящихся в аварийной ситуации. Очень много домов из них подлежат сносу, расселению. Много мест, где происходит самое возгорание, где расселяются бомжи. Дома без окон, без дверей. Лучше слышать жителей стало возможным благодаря реформе местного самоуправления, которое сейчас реализуется в Самаре. 13 сентября на выборах в районные советы депутатов жителям предстоит сформировать команду созидания, которая станет для них опорой и поддержкой. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Глава Кировского района Самары Николай Митрянин покидает свой пост. С 10 августа он находится на больничном. Накануне Николай Митрянин написал заявление об увольнении по собственному желанию с 14 сентября. 8 из 10 медалистов поступили в самарские вузы. Больше половины из них выбрали технические и естественно-научные специальности. Ранее перекос был в сторону гуманитарных наук. Об итогах выпускных экзаменов в 9 и 11 классах расскажет Марина Матвейшина. Рабочие профессии на пике популярности. Все больше выпускников 9 классов отказываются от идеи продолжать образование в школе и поступают в средние профессиональные учебные заведения. Причем временно раздумья еще есть. Вступительная кампания сдвинулась на середину сентября. У нас увеличилось количество детей, которые не идут в 10 и в 11 класс, а идут в учреждения среднепрофессионального образования, что безусловно правильно, конечно же. Раньше получают специальность, раньше начинают работать, раньше осознают себя взрослыми людьми и готовы к такой уже полезной деятельности, где они будут успешны. Выпускники 11 классов окончили школу с блестящим результатом. Средние показатели ЕГЭ выше, чем по области. Лучше всего выпускники знают русский язык. А 84 человека получили высший балл. Четверо из них сразу по двум предметам. Более 600 выпускников получили медали. Абсолютное большинство из них поступили в самарские вузы. Это тоже говорит о том, что политика, которая проводится в губернии, в частности по объединению вузов, по укреплению и созданию единого образовательного центра, как научно-исследовательский университет, она крайне важна. И понимание вот этих изменений объективных, оно как бы проникает в умы все большего количества людей. Глава администрации города Олег Фурсов отметил также. Перед городскими властями стоит серьезная задача – обеспечить качественное образование детей. В этом году количество школьников увеличивается на 3,5 тысячи. Марина Матвешина, Сергей Баскин. События. Около 700 школ Самарской области 1 сентября примут порядка 300 тысяч учеников. В этом году ребят ждут изменения. Итоговая аттестация в девятых классах будет включать в себя 4 экзамена, а не 2, как раньше. А тесты по математике для выпускников будут проходить в два этапа. Сначала базовый уровень, потом профильный. Также ученики познакомятся с новым учебником истории и получат дневник самарского школьника, созданный специально к году литературы. В лучших русских традициях отметили яблочный спас в усадьбе Алексея Толстого. Гости могли посетить тематические площадки и поиграть в старинные игры. С подробностями Мария Анна Мирная. Запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Детские квесты не только для юной публики. Малыши развлекаются на тематических площадках в усадьбе Алексея Толстого. Родители посещают дамский салон и мужской клуб. Пока дети у нас здесь делают открытки, мы решили сделать друг другу шаг и мат. На свежем воздухе дети по старой русской традиции играли в лапту и городки. Делали старинные открытки на специальном мастер-классе и рисовали на большом коллективном полотне. Я делала открытку яблочную. Вот я использую здесь специальную такую картонку и вот всякие картинки. Яблочный день – это симбиоз православного и мирского праздника, посвященного сбору урожая. Яблоки на Руси всегда пользовались спросом. И чай с самовара с яблочным вареньем можно было встретить в каждой усадьбе на рубеже 19-20 веков. Самый простой способ – погрузить его в эпоху через различные театральные постановки. Мы вот в этом году решили поставить «Антонские яблоки» Бунина, которые, на каждую повесть, как ни одна другая, показывает им дворянский Бунин. То есть мы собрали такой домашний именно театр. Яблочным настроением проникся и постоянный житель музея «Черный кот». Не в пример Пушкинского сказок, правда, не рассказывал, зато сладко дремал на солнышке. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Спорт в Самаре становится образом жизни. Достижениями профессиональных спортсменов наш регион гордился всегда. Среди самарцев немало чемпионов мира и призеров Олимпийских игр. А с недавних пор спорт стал любимым увлечением многих тысяч простых горожан. Ежегодно появляются новые спортивные площадки и магазины спортивных товаров и экипировки. В минувшие выходные в Самаре открылся один из крупнейших магазинов спортивного инвентаря французской фирмы. Как отметил глава администрации Самары Олег Фурсов, впервые почти за полвека в Самаре совершен настоящий прорыв по количеству новых спортивных объектов, которые появляются на территории города. В нашем городе выполняется очень такая серьезная программа по строительству спортивных объектов. Вы знаете, что по инициативе Николая Ивановича Меркушкина, нашего губернатора, в этом году будет открыто в совокупности 8 ледовых дворцов. К 2018 году будет открыто 33 спортивных сооружения в целом по городу. Ну и, конечно, жемчужина нашего города – это стадион «Космосарена», строительство которого ведется опережающими темпами. Самарские врачи разыграли первый кубок по футболу. В рамках медицинской футбольной лиги за трофей сражались сотрудники ведущих больниц города и гости из Башкирии. Кто победил, зачем медики выходят на зеленый газон, знает Сергей Кизоркин. Самарские врачи играют в футбол целыми семьями. Преемственность поколений у людей этой профессии во всем. Дети стараются не отставать от своих отцов даже на газоне. Михаил с поэтической фамилией Пушкин о поэтических лаврах не думает. Решил прославить себя сначала в футболе, а потом и в медицине. Я хочу стать врачом, потому что помогать людям, лечить, стать знаменитым, как папа. Известные и не очень знаменитые доктора Самары медперсонал после работы становится футболистами. Они, как никто другой, знают, насколько спорт полезен для здоровья. Хирург – это особая каста врачей, которые требуют очень большей отдачи. Футбол в нашей профессии на данном этапе, вот сейчас, занимает уже довольно-таки веские места, поскольку именно он позволяет нам избавиться от стрессовых ситуаций, которые накапливаются в течение работы. Научившись играть в мяч не хуже, чем орудовать мединструментом, врачи создали свою футбольную лигу. Она открыта для всех медучреждений Самары. Главное условие – команда должна состоять только из медработников, врачей, санитаров или студентов. Любой руководитель коллектива, я считаю, должен поддерживать такие инициативы и помогать тем людям, которые хотят, ну так вот, плодотворно трудиться и также плодотворно отдыхать. Самарские команды уже не раз ездили в Уфу за футбольным трофеем – Кубком профессора Савина. Теперь башкирские медики приехали в Самару побороться за местный приз. Все настроены, приехали как бы до толку на победу. Будем стараться, что для этого делать. Надо играть в футбол, мяч круглый. Кубок медицинской лиги в первый сезон достался областной больнице Середавина. В финале она выиграла пироговку со счетом 4-3. Дублем отметился Александр Кононов. Это уже третий турнир среди медицинских учреждений города, области в этом году. Так что я бы сказал, что вообще говоря, процесс идет в здоровом русле. В медицинской футбольной лиге играет 7 команд. В регулярном чемпионате первое место заняла команда седьмой больницы, второй – пироговка. И бронза досталась клиникам медунивера. Футболисты-медики на спортивной площадке не прочь и пошутить. В одном из матчей в футбольной медицинской лиге один из игроков подвихнул ногу, на что другой вполне серьезно задал вопрос – а доктора на площадке есть? Футболом дело не ограничивается. Врачи играют еще в волейбол, занимаются плаванием и настольным теннисом. Правда, своих медицинских лиг по этим видам спорта у них пока нет. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттере, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Это были пока все городские события, а у меня еще новости экономики. Не переключайтесь. В кризис дела идут хуже некуда. Перестали покупать даже те, кто никогда не платил. У самарского авиакора похожая ситуация, поэтому пока нет авиазаказов, предприятие готово принимать заказы другого профиля. Авиакор будет производить, например, оснастку по документации заказчика, механическую обработку изделий из различных металлов, изготовление деталей сварной конструкции и оказывать другие услуги промышленного производства. В общем, дела хуже некуда. Основную ставку авиакор делал на производство самолетов Ан-140, но из-за разногласий с Украиной, участвовавшей в проекте, работы фактически свернуты. Сейчас на заводе собирают последний самолет по госзаказу от 2008 года. Из-за срыва заказа на поставке Ан-140 у авиакора возникли проблемы с Министерством обороны России. Военные взыскали с многострадального завода 144 миллиона рублей в качестве неустойки. Оптовая стоимость подсолнечного масла в августе достигнет 57 тысяч рублей за тонну, а рост составил почти 90%. В начале предстоящего сезона, когда предложение сырого масла увеличится, его розничная цена только продолжит расти, предупреждают эксперты. При том, что за последние 7 месяцев она уже увеличилась почти на 20%. Ключимым фактором снижения называют девальвацию рубля. Дополнительно на цену оказывает влияние сезонное сокращение предложения подсолнечного масла. Теперь надо понять, откуда в стране подсолнечное масло. Похоже, из-за рубежа везут, раз так девальвация сильно влияет. Просто если я ошибаюсь, то самое время к масляному вопросу подключаться в ФАС и прокуратуре. Половина туристов, посетивших Доминиканскую республику, в первые 6 месяцев 2015 года младше 35 лет. Такие данные приводит Центральный банк. Интерес к Доминиканской республике со стороны молодежи обусловлен широчайшим выбором возможностей для активного отдыха. Тут можно от души заниматься дайвингом, зиплайном, параглайдингом, рафтингом и всеми возможными видами серфинга. Пляж Кайт-Бич вообще вошел в топ-10 лучших пляжей мира для активного отдыха. Помимо разнообразия возможностей для активного отдыха, здесь также расположено множество ресторанов, баров и ночных клубов на любой вкус. Правда, цены на поездку из России далеко не дешевые, так что наших туристов в Доминикане, увы, немного. Курс доллара на 24 августа 68 рублей 12 копеек. Курс евро 76 рублей 67 копеек. Золото стоит 2517 рублей за грамм. Серебро стоит 33 рубля 86 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 44 доллара 24 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские дзюдоисты выступят на чемпионате мира в Астане. Самарские теннисистки потерпели фиаско на профтурнирах в Северной Америке. Баскетболистки Политехо сыграют на турнире с клубами Премьер Лиги. Женская баскетбольная команда Самарского Политехо и Суперлиги готовится к предсезонному турниру в Иваново. Конкуренты более мастеровитые клубы Премьер Лиги. Вологда, Ивановская энергия, Оренбургская надежда и столичная МБА. В середине сентября Политехо начнет борьбу за Кубок России. В группе ПГ еще сыграют Пензенская юность, Саратовская виктория и шахты ЮрГПУ. Анастасия Павлюченкова выбыла из борьбы на теннисном турнире в Цинциннате. В четвертьфинале американских соревнований она в двух партиях проиграла румынке Симоне Халеб 6-7-2-6. Еще одна самарчанка Дарья Касаткина не смогла пройти в третий круг турнира в Ванкувере. Касаткину уступила хорватке Петре Мартич 7-6-6-1. В столице Казахстана Астане стартовал юбилейный 30-й чемпионат мира под дзюдо. Сборная России представлена и самарскими спортсменами. Ирина Заблудина выступит в личном зачете, а олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев в командном турнире. Кроме титулов и медалей дзюдоисты пополнят свою копилку рейтинговыми очками. Золото чемпионата мира принесет победителю 900 очков, что всего лишь на 100 баллов меньше стоимость олимпийской путевки. Серебро 540, а бронза 360 баллов. Чемпионы станут еще и богаче в личном зачете на 20 миллионов рублей, а в командам на 15 миллионов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА